Поехали! Здравствуйте, с вами Брюс, он же Игорь Андреевич. Мы берем интервью у кого? Сергея, Бенди. Откуда ты Бенди? Из Ярославля. Сколько тебе лет? 29. Как давно ты играешь в StarCraft? Очень давно, уже лет 10, но с перерывами в 2-3 года. Просто мне кажется, 10 лет, это 2008, я еще не видел тебя. Из Ярославля уже был LiveZerk. Ну, на LAN я приехал, по сути, впервые. А, это первый твой LAN? Да, да, да. Так играл онлайн-турниры дома, в Ладырок. Побеждал где-то? На Defiler турок занимал призовые места, но каких-то громких побед не было. Но в русском комьюнити тебя знают, что ты русский игрок? Ну, думаю, да. Твоя основная раса? Зерк. Есть вторая раса? Нет. То есть, всегда играл с Зергом? Ну, да. Сколько тебе АПМ? Ну, где-то от 200 до 250. В зависимости от игры. Ну, то есть, нормально тыкаешь? Ну, наверное. Как Муталов контролируешь? Патрулем. Но имеется в виду на корейском уровне или так? Нет, я думаю, на корейском уровне только корейцы контролят Муталов. А вот Ион Зерг, кто там? Ион Зерг, Not For You, вот они как? Ну, сегодняшние игры показали, что они слабее. Ты видел вживую? Часть. Видел часть игры, да. Ну, а Ион Зерг был близок, там, на одном уровне, а не нет? Да, ну, думаю, нет. Я думаю, здесь Тигр, и он сможет взять 2-3, но не более. Разный уровень, то есть? Ну, конечно. С кем, собственно, из корейцев посчастливилось сыграть тебе? Ну, посчастливилось с Шайни сыграть. Две коротеньких игры. Почему коротенькие? Какая, первая карта какая была? Первая карта была Транзистор. Там я решил чизануть, пятый пул саночкой сделать, мало ли, прокатить, не прокатить. На Зерге? На Зерге. Не прокатило, в общем. А как он отбился? Он сделал 12-й пул. И с 12-го тоже отбился? Да, и очень круто замикрил рабами, там просто нереально. Вообще, ты должен был проблевать его. То есть для тебя же по билду, по билду, если ты пятый, он 12-й, ты убиваешь. Да. Но не получилось. Звезды не сошлись в этот раз. Это Рукин, нет? Ну, и Руки тоже подвели. Ну, то есть его Руки подвели. Нет, и Руки подвели, его не подвели. Хорошо, а что было во второй игре, карта? Во второй игре играли на Circuit Breaker. Я делал 12-ю хату на Мэйне, ну и, соответственно, затем пул. Он сделал 9-й пул, прибежал и съел мне всех рабов. Я отбился, но у меня осталось 2 раба. А зачем ты? Так же не играют. Ну, почему? 12-ю хату рядом, но она терпит и от 9-го пула она терпит. А 9-й пул это... Ну, можно задейфиться. Ну нет, рабов там убивают, по-любому тебе нет. Ну, тут опять же, я хотел по халяве. Как бы в ровной игре очень нереально победить корейцев стандарт. Ну, для игроков, да, там, моего уровня, например. Я думал, покажу ему 6 собачек, остальных собачек спрячу в уголок. Если он это все дело не запалит, я потом выбегу пару пачками и... Ну, буду надеяться, что его сгрызу и потом, если что, доделаю муталей. План на игру был такой. Полухалявный такой, авантюра. Ну, да, авантюра, да. Ну, я понимал, что в стандарт, как бы, шансов меньше, чем в авантюру. В авантюру можно на халяве прокатить. Я понял. Хорошо. А, ты упал в лузера. Кто у тебя был следующим соперником? Очень олскульный игрок Ириадор. С ним играли за ВП, он за протасов. Он сразу поставил или был рандом? Нет, он сразу поставил протаса. Очень тяжелая, напряженная игра была. Какая карта? Употел. А также Circuit Breaker. Был момент, когда я уже думал, что все, победа в кармане. Но я не заметил, как я уже вот сейчас посмотрел, его третий эксп, который был поставлен не на стандарте, а там чуть подальше. А, тебе козилка была? Да, 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 да. Халявщик он, да? И потом он меня перемасил. То есть, просто не увидел. Если бы увидел, надо было бы отойти за дефицит ему самому играть в макро. А я думал, что я его додавлю, и в итоге не хватило чуть-чуть. Хорошо. Будешь ли ты еще играть, принимать участие на турнирах? Ну, думаю, да. За кого будешь болеть? Сегодня Горыни не вылетел еще. Я не знаю. Майкер не знаешь? Горыни еще играет? Не знаю. На данный момент. Ну, буду поддерживать его сейчас, посмотрю, что там к чему по сеточке. Если останутся только корейцы? Ну, тогда буду за Шайни. Он меня выиграл. Надо, чтобы он чемпионом стал. Про чемпиона проиграть не стыдно. Не стыдно. Хорошо, спасибо тебе. Всего доброго. Спасибо большое. Ничего не оболдалось. Спасибо.